Это, конечно, не госкорство сегодня, например, первая необходимость, но не стояется из просмотра. И очень вас прошу, пользуйтесь с ними, на телефоне тоже, уважая окружающих в институте. То есть, выключайте на лекциях, на всех видах занятий, чтобы не отвлекать коллег своих, преподавателей. Это не интеллигентно, некрасиво. Уже звонком демонстрируют, или какой-то мелодии, некоторые уже ставят вообще супермелодию с компьютера, там, или обезьянник какой-то, или там собачник начинает звучать, чтобы как-то выделиться. Ну, не это можно выделяться. У нас замечают выделившихся только результаты вычета. Остальное, ни одежды, ни крутой автомобиль, ни гавкачки, ни телефон не проникчет никакого внимания особенного, такого оценочного особенного, положительного особенного. Вот эти вещи я хотел бы попросить вас учитывать. Учитывать, привыкать к этим вещам. И, естественно, вы будете распространяться по учебным группам. У вас создастся коллектив с первого дня. Будет формироваться в течение первого семестра, будете знакомиться, привыкать друг к другу. Потом вы привыкли уже очень прочно, у вас общие интересы будут возникнуть. В группах тоже я вам бы рекомендовал. Обычно бывает так, исходя из жизненного опыта, смотришь так, люди незнакомые в группу собираются, и начинает каждый себя демонстрировать своим поведением. Скромнее, 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 не спешите. Все будут увидены, времени очень много, и ответ. Все будут замечены и отмечены. Обозначатся и лидеры, обозначатся и среда активно положительная, и, к сожалению, и отрицательная среда. Представители отрицательных действий тоже будут обозначены. Есть, так и не будут. Но я надеюсь, что и будут. Вот, пожалуй, все то, что я вам хотел сказать сегодня. И, завершая все, что я вам сказал, хотел бы вам представить сегодня руководство Минского института управления. Тех людей, которые являются первыми лицами по направлениям, с которыми вы будете соприкасаться в течение всей учебы. Я хотел бы, чтобы вы знали их. Ну, меня вам же представили. Я не знаю, как с балкона из ваших родов. Хорошо я ее виден. То есть, вещества короткая. Здороваться я со всеми здоровыми. Если вы со мной будете здороваться, я буду рад и счастлив. А теперь я вам представляю первого проекта Минского института управления Спиркова Сергея Николаевича. Проектор по учебной работе Добровсовича Слава Васильевича. Проректора по науке Хаскевича Геннадия Алексеевича. Аплодисменты, это правильно. Они запомнят это. Проректора по экономике и менеджменту и, одновременно, главного бухгалтера Адамовича Геннадия Алексеевича Николаевича. Экономическое действие. Диана. Итак, в макет экономики, пятый курс, Пашкевич, Павел Юрьевич. Студент первого курса Жук Инго Вячеславович. Студент учетно-финансовый. Студент пятого курса Войтович Валентин Александрович. Студентка первого курса Покоренко Юлия Михайловна. Студент правоведливого Малаховский Андрей Львович. Студентка первого курса Субботина Наталья Анатольевна. Пожалуйста. Добрый день, дорогие наши последователи, новоиспеченные студенты Минского института управления. Сегодня в этой торжественной обстановке мы, эти курсники, студенты, которые заканчивают этот курс, хотим передать вам эти символы вашего будущего успеха, вашего высокого профессионализма, вашего достижения на любом поприще, на любой работе. И я торжественно передаю вам эту зачетку, символ отличной учебы, в которой нет никаких других оценок, кроме оценки «отлично». И мы, пятикурсники, надеемся, что в руках первого курса она также прирастет новыми, отличными оценками. Вступая в Сеатуре и институтское вратство, мы с благоговением принимаем из рук выпускников эти символы студенчества, осознавая меру ответственности, которая ложится на плечи учащихся такого учебного заведения. Мы обещаем усердно накапливать в закромах памяти бесценный кладезь знаний у поделивого блага и на процветание нашей прекрасной республики и ее народа. Мы горды тем, что нам посчастливилось стать студентами Минского института управления. Мы благодарны всем, кто пришел сегодня разделить с нами это радостное событие. И мы хотим заверить, что наши зачетки не будут сильно отличаться от этой, которую мы с радостью принимаем из рук выпускников. Обещаем приложить к этому максимум усилий. При даче от зачетки мы предлагаем этот ракационный камень. Это ценнейший раритет гранит науки. Над ним уже изрядно подрудились ваши предшественники, вырызли его на совесть, не за страх. Поэтому свидетельство пятерки от них зачетки, а также особая огранка этого камня. Посмотрите, трудились мастера. Но тут важно знать одну особенность. Грязи на гранит науке нужно еще и зубы в целости, и сохранности сохранить. И одной зубрежки тут недостаточно, ибо ни один шкаляр уже сточил себе зубы. Но для этого нужно запомнить несколько простых правил. Первое из них — это учить с умом, осторожно, постепенно, на каждый день. От простого к сложному, не оставляя всю работу на сессию. Второе правило — это учить везде, на лекциях, на семинарах, в учебном зале, читальном зале, дома, в общественном транспорте. И третье правило — учить совместными усилиями, исследуя школярские древние мудрости. Запомни и студентам передай, в учебе будь неутомим, бери, но щедро отдавай. Копи, но... И тоже отдай. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А мы клянемся свято хранить традиции нашего братства, укращать и обогащать их в своей деятельности, и гордонести по жизни званиям, питомцам Минского института управления, приумножать им вам славу своей отличной учебы и будущей профессиональной деятельности. А также обещаем, приспед искусстве обработки гранита науки не хуже наших несчастников. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы знаем, что студенты редко прислушиваются к чужим советам, и каждый из вас будет учиться на своих. Но вышеуказанное правило, ваш личный опыт и упорство в учебе — это и есть ключ знаний. Мы надеемся, что вы сумеете им воспользоваться, примите его от выпускников и знайте, что неспособность быть премудрен в мире, неопыта, а сомнительная честь, а свойство очаровываться миром, нам открывает мир, какой он есть. И открывайте этим ключом двери, получайте удовольствие от преодоления трудностей, стремитесь к пониманию. На этом ключе написан девиз «Распара, даст», что означает «Через терник звездам». Идите по жизни с данным девизом и успеху, и удачи вам запустите. Мы, бывшие абитуриенты, получая среднее образование, имели счастье общаться со студентами разных вузов, узнавали их мнения о студенческой жизни. Но, как правило, все эти мнения сходились в одном — от сессии до сессии живут студенты весело. Мы клятвенно обещаем Минскому институту управления жить весело. Уважаемые студенты и родители, с Новым годом! С Новым учебным годом! Размешите, пожалуйста, еще одну маленькую информацию. Уважаемые первокурсники, я хочу призвать вас, чтобы мы с самого начала, с 1 сентября, взяли нормальный старт в учебе и дисциплине, чтобы закончить наш университет и получить красные дипломы. Столько оценками хорошо и отлично! Еще раз празднуем! Уважаемые студенты, мы сегодня вручим вам студенческие билеты. Процедура вручения билета будет происходить следующим образом. Она будет осуществляться здесь. Спасибо! Продолжение следует...